У меня ребенок, когда домой идет, его рвет просто. Ну, дыхание перекрывает вообще. Живем не просто в септике, а в септике, в которой слили прокисшую винную брагу. То есть здесь, в периметре, ни одного литра не сливается с этой. Ну и самый страшный, что вода. У нас колодец, и очень страшно вообще эту воду употреблять. Проект Акарейд в деревне Дергаево Московской области. Мы уже были здесь в январе, и тогда мы делали забор и проб в стоках у предприятия, вернее, у промзоны полигон, который здесь находится. К сожалению, все наши опасения подтвердились. Какой-то злоумышленник сливает все стоки вот сюда, прямо вот в эти вот канавы. И сегодня мы приехали, чтобы попытаться найти виновника, кто стоит за сбросами. За забором там нету сейчас ничего. Мы там брали пробу. Когда? Брали в январе. Изначально отходы производства попадают в канаву прямо за территорией промзоны. Но потом, когда та канава переполняется, стоки начинают переливаться по вот этим вот трубам во второй канал. Таким образом, вот эти вот все отходы и стоки начинают спускаться дальше вниз, как бы по течению, отравляя болото и реки на своем пути. У нас есть акты утилизации, есть путевые листы, есть рейкеры движения машин. Нам неизвестно объем изначально, сколько они вывозят. Они могут по документам показать один объем, и дабы сэкономить, да, вот эти вот средства там с этой компанией, либо компания, которая вот занимается вывозом, экономит, да, и сбрасывает прямо тут же возле этого объекта. Все предприятия валят друг на другу вину. Все говорят о том, что у них все предельно чисто. Но стоки-то есть. Мы сегодня снова зафиксировали очередные сбросы. И на руках у нас лабораторные анализы. Будем разбираться. Забор идет с мака. Там есть у них империя джемов, да. И империя джемов применяет патоку и те же, то же самое сахаре, то же самое это. Получается такое же брожение, как вот варенье. Вот вы кинете, оно брожение. И говорит о том, что это только виноматериал, но нельзя. Экологическое преступление налицо. Это даже не просто какие-то стоки, а это целая река, наполненная ядовитыми сбросами. Но при этом ни одно из предприятий не признает своей вины. Все говорят о том, что якобы они работают чисто и никаких лишних стоков у них нет. Однако факт налицо. Жители живут возле вот этого, возле вот этой заводи, которая дурно пахнет, от которой щипят глаза, которая помимо того, что имеет неприятный запах, еще имеет характерный цвет. Это точно не природное явление. Мы обязательно добьемся справедливости и обязательно найдем всех виновников этого экологического безобразия. Они все будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Продолжение следует...